Ребят, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Ну и обсудим новый влог. Картошка в углях и рыбка на мангала. Не на мангале, а на мангала. Забираем обдугани. Салют в честь Дня Металлурга. Ну, получается, опять же, видеоролик старый. Нам уже и новые гневные показывали. Ну, а что, ребят, удивляться? Наклепают видосов, а потом потихонечку, помаленечку выкладывают. Я прошу прощения за посторонний шум. У нас дождь льет за окном. И окна мы не закрываем, потому что жарко. Так что, если что, в Беларуси идет дождик. У меня выходят обзоры без всяких задержек, ежели только на парочку часов. Значит, в начале видоса, что Уралка, что Сафар, видно, что не в духе. Оба какие-то опухшие и отекшие. Но явно, ребят, не просто так. Ну, а в принципе, что удивляться? Уралка пивко любит попивать, да, с рыбкой. Сафарик там вообще не пойми, чё. Злющий стоит. Это просто какой-то капец. Поглядывает на Уралку. То, знаете, косово пускает в камеру, да. И такой злой. Но и отёкший какой-то опухший. Рассказывает, что у них там праздник должен быть. Ну, они приехали на дачу, да. Надо много дел сделать. Да и рыбу надо пожарить, которая там у них тухнет потихоньку в холодильнике. А то, говорит, так и не пожарили. Дальше в теплице стоит, собирает огурцы. Говорит, ой, ты, говорит, Сафар побрызгал тут листочек, и он прям как будто сгорел. Прикиньте, как химичат они эти огурцы, что там аж скрутился листик. Дальше, говорит, что ой, болеют. Тут, говорит, погода меняется. Слушайте, я уж не в первый раз слышу, когда уралка цепляется только к огурцам, только к помидорам именно в теплице. И вот несёт такую чушь, что погода меняется. Да какая разница, какая погода на улице, когда помидоры и огурцы растут в теплице. И там им точно нипочём погода. Ну, короче, как всегда, ляпает всякую ерунду. Собирает, значит, огурцы, и где высоко она не может достать. И, слушайте, от того, что они там повырастали, уралочка злится и матерится. И вспоминает такую-то, такую-то мать. Вот, ребят, вот вам уральская культура, добрёхонькая уралочка. Ну, что, ребят, учатся друг у друга. Охренеть! Да, такую-то мать. Вот такая у них культура, вот такой у них словарный запас. Собрали огурцы, да, собрали кабачки. Уралочка сказала, что будут делать только одну порцию, да, кабачковой икры. Вы, говорит, это всё не едите. Чё, говорит, я одна поем, мне якобы одной порции хватит. Дальше, в общем, конфетки, да, супер-конфетки, говнетки. Сафар стоит у бочки сверху, да, и мешает эту жижу навозную. Я смотрю, ребят, и представляю, что он туда падает. Представьте, ребят. Ну, а что, ступица может и рухнуть прямо в эту бочку. Но, опять же, ребят, они же сами говорят, что в помойке они сидят, им и конфетки нипочём. Я помню, был видеоролик, где они что-то там тоже поливали удобрением, да, то есть какахами огород, и где-то там Уралка обляпалась навозом. Так и ходила, слушайте, в этом халате навозном. И до лампочки ей было. Заметили, ребят, как Сафар наливает воду в ведра с навозом? Наливает так, чтобы брызги летели. Обычно, да, чтобы аккуратненько размешивалось, да, и чтобы не было кругом разбрызгано всё это дело, да, нужно снизу наливать. Чем ниже, тем вероятность больше, что не разлетится кругом всё. А этот прям сверху льёт. Видимо, любят они эти запахи. Что Уралочка, что Сафари. Для них это привычные ароматы, поэтому они всё время нам это всё и показывают. Ну, для них, видимо, запах достаточно приятный. А дальше, ребят, меня такой смех пробрал. Говорит, пока я переодевалась, Сафарчик тут это, да то, думаю, всё-таки, наверное, обляпал Сафар навозом Уралочку, что пришлось пойти переодеться. Ну, слушайте, такую ересь какую-то сказала. Говорит, что-то мне жарко стало. Это типа, что ей стало жарко, и она переоделась. Так вроде она и не в шубе была. Как жарко, если она в этой кофте была, в ней осталось только переодела халат. Один стоячий на второй стоячий. Дальше, наконец-таки, мангал, да, и жратва. И, значит, Уралка сидит или стоит возле Сафарика, снимает эти угли и зацепила опять тему комментариев, что ей пишут, что она хабалка. Так Уралочка ответила снова, что если вам будут писать там такие комментарии, то якобы не только хабалкой станешь. Так что Уралочка сама призналась, что она хабалка. Мы в этом, в принципе, и не сомневались, да. Ну и дальше процесс, когда Уралка выкладывала рыбу, да, на решётку, аж запела. Держи меня, соломинка, держи. Уралка, тебя только кран может удержать, и никакая соломинка даже один твой палец не удержит. Но это столько счастья у бабы, потому что жрачка, жрачка готовит и понимает, что сейчас нажрётся от души. А я как увижу эту рыбу, да, у них на решётке или на даче, сразу, ребят, вспоминаю, где Сафар обзывал Уралкиной сестры мужа свиньёй. И сколько счастья, ребят, рыба пожарилась. Пофигу, что она там прилипла. Картошка пропеклась, рыба пожарилась, и Уралка нарезает огурцы, помидоры, и говорит, что не съедим, в компост пойдёт. Сафарик говорит, значит. Да, самый лучший компост мы знаем, где в Сафар. Можно даже не говорить. Самый лучший компост у Уралочки в животе. Там как раз-таки влезет всё, что хочет. Так что можете не отмазываться, можете не стараться. Самый лучший компост, который как раз-таки работает, да, и результат налицо. Уралочки в брюхе. Ну, а дальше это безобразие, как Сафар ел. Фу, отвратительное зрелище. Просто смотреть невозможно. Вот он любитель там обзывать свиньями. Сам ведёт себя, когда жрёт, как самая настоящая свинья. Ну, по-другому я сказать, ребят, правда, не могу. Ну, и этот пищевой оргазм, ребят, это что-то с чем-то. Ну, в принципе, отчего они его могут испытывать? Только и приходится стонать от жрачки. Что один, что вторая. Слушайте, одинаковые. Дальше Уралочка сидит, нарезает укроп, говорит, ой, а этот укроп у нас отправится в Екатеринбург братикам с Сафаром. Пусть хоть высушат, хоть заморозят, что угодно. Да, как раз-таки мужикам срочно нужен укроп. Ну, а вообще, ребят, Уралка плетёт в последнее время ей обы плести. Ну, и мы сами понимаем, что то, что она говорит, конечно же, может быть полнейшей неправдой. Ну, и про учительницу там, да, что якобы она там прям ей мешки собирала с зеленью и овощами. Теперь уже братиком потащат, дальше к Марине поедет. Это уж прям, знаете, такая прям добрёхонькая, чтобы хомяки облились снова слюной, хоть бы не подскользнулись на этой слюне и восхваляли Уралочку. Ну, а дальше Уралочка говорит, пока дёргала этот укроп, глаза в кучу собрались. Уралка, твои глаза в кучу собираются? Нет, не из-за укропа, не из-за дёрганья укропа. Как раз-таки и дёрганье у тебя глазами, носом и глаза в кучу никак нет укропа. Мы знаем отчего, но только совсем нет нулёвочки. Дальше слышали, что Уралка сказала, что вот можно высушить, на балкон якобы положить укроп. Если балкон закрытый, якобы вполне может высохнуть. И Сафари говорит, нет, открытый. Получается, Уралка ездит чуть ли не каждую неделю к братикам Сафара, да, ездит с обдуганей, и даже не знает, какой там балкон открытый, закрытый. Если, конечно же, у братиков это, а не у второй жены, у Уралкиной соперницы. И понятное дело, что Уралку никто туда не берёт. Да, если даже к братикам или не к братикам, кому она там нужна? Торчит поди в машине, пока Сафарик бегает. Дальше мокрая Уралка после бани, да, отметила. Мы помылись с мокрой головешкой, зато в пальто припёрлись в светофор за дынькой, да. Не может Уралочка, чтобы у Сафарика не вытрясти денежные карманы. Где дынька, там и ещё куча жратвы. А Уралочка это ой как любит. На удивление купили две дыни, и то Уралка аж визжала. Бери, бери вторую, бери. Ну и достаточно много нектаринов. И дальше сок для бдугани. И червячки, да. Вот так вот Уралочка ограничивает его в еде. Всякой вредности и гадости светофоровской накупила. Опять, ребят, решила травить его организм. А нам будет рассказывать, как же она за него беспокоится. Какая же она заботливая мачеха. Дальше уже сидят в темноте в машине в ожидании салюта. Значит, обдугани забрали, да. Остановились далеко. Там у них дождь, получается, идёт. Но якобы как раз таки остановились, чтобы было удобно смотреть салют. Ну и дальше уже в конце салют. Салют обсуждать нечего, правда же. Ну и последние кадры, где Уралочка в темноте у подъезда прощается со зрителями. И, знаете, выглядело это так, как будто не только со зрителями, но ещё и с парнями. Не знаю, ребят, уезжали они или всё-таки помогли Уралке подняться в квартиру. Но выглядело это, как не только прощание со зрителями, но и с парнями. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу поблагодарить каждого из вас. Спасибо за то, что комментируете. Спасибо, что поддерживаете. Вы классные, вы прикольные и юморные. Не устану вас благодарить. Прекрасного вам всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю вас. Пока. Пока.